МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Десятилетний юбилей Десногорского морского собрания. Инспекторы ДПС проводят операцию «Пешеход». Полиция области на страже природных ресурсов. Волейбольные баталии в спортивном зале ООО «Полимер». 19 февраля общественная организация Десногорско-морское собрание отметила свой десятилетний юбилей. Как это было, смотрите в нашем сюжете. На торжественный вечер собрались моряки, их семьи и друзья, а также приглашенные почетные гости. Городскому центру досуга выпала особая честь. Сегодня в его зале отмечает свой десятилетний юбилей морское собрание Десногорска, которое объединяет в своих рядах достойных людей с военными заслугами. Как отметил в своем выступлении председатель городского совета ветеранов Игорь Журавлев, общественная первичка моряков, работает лучше всех, в том числе и с детьми по военно-патриотическому воспитанию. Для Десногорска юбилей морского собрания это знаменательное событие. За 10 лет немало доброго и полезного сделано для города и горожан. Построила памятник погибшим морякам всех поколений. Я думаю, это навсегда останется в памяти Десногорска и наших дел. Наша работа повседневная, молодежь надо постоянно воспитывать в патриотическом плане. За это время очень многие школьники узнали, что такое флот, как там служат, что такое лодки подводные, что такое надводные корабли, и как люди вообще служат на этих морских просторах. Сейчас морское собрание Десногорска насчитывает 47 человек. Многие из них в этот праздничный вечер были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Творческие коллективы городского центра досуга поздравили юбиляров, подготовив небольшой концерт. Ещё одна хорошая новость для жителей нашего города. 18 февраля директор Смоленской АЭС Александр Васильев сообщил, что получение лицензии Ростехнадзора на размещение с АЭС-2 ожидается в сентябре этого года. В этот же день обсудили и планы подготовки сооружения замещающих мощностей. Первый энергоблок с АЭС-2 по проекту ВВР ТОИ планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Смоленские атомщики сотрудничают с Белорусским национальным техническим университетом. С 9 по 19 февраля студенты этого вуза проходили преддипломную практику на нашем градообразующем предприятии. Это уже третья группа студентов из Белоруссии, которые принимают опыт смоленских атомщиков для того, чтобы применять его в дальнейшем на будущее белорусской АЭС. И ещё первый энергоблок с АЭС готовится к ремонту. С 15 по 19 февраля на предприятии работала специальная комиссия по оценке готовности блока к профилактическим работам. Эксперты оценили работу смоленских атомщиков высоко. Энергоблок номер один с АЭС будет выведен в плановый средний ремонт на 81 сутки с 20 марта. Бойцы Десногорского поискового отряда «Высота» Пётр Дорошенко и Алексей Авдеенков побывали во Всероссийском детском центре «Смена». В этом году первая смена проходила с 29 января по 11 февраля. Она была посвящена воспитанию настоящих патриотов своей Родины и будущих защитников Отечества. Наши ребята активно принимали участие во всех мероприятиях лагеря. Двое десногорских врачей были взяты с поличным полицейскими при получении взятки. В феврале этого года при проведении ежегодного профилактического осмотра двое медиков получили денежные средства от работника крупного предприятия нашего города за неснятие с него допусков по здоровью, необходимых для дальнейшей работы. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Врачам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права заниматься медицинской практикой. Как мы сообщали уже ранее, борьба с преступлениями в сфере природопользования, работа по сбережению природных ресурсов региона является одной из приоритетных задач в деятельности полиции Смоленской области. С января этого года в регионе зарегистрировано 5 фактов незаконной охоты. Подробности вы узнаете в сюжете. Полицейские области работают в тесном контакте с Департаментом лесного хозяйства и очень часто проводят совместные рейды по области. Во время одного из таких профилактических мероприятий в районе деревни Шмакова Починковского района сотрудниками были остановлены два автомобиля. При досмотре полицейские обнаружили разделанные туши лосей. Для выяснения обстоятельств граждане были доставлены в дежурную часть. За что были задержаны сотрудниками полиции? За перевоз мяса дикого животного. Кого именно? В общем. Мясо где взяли? Забили. В где, когда, при каких обстоятельствах? В лесу. В ходе проверки было установлено, что трое жителей 88, 89 и 92 года рождения осуществили незаконный отстрел лосей. При проведении разыскных мероприятий сотрудниками совместно с государственным охотинспектором обнаружено место незаконного отстрела в близ лежащем лесу. По случаю возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота». Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подобные случаи произошли в Вяземском, Сафоновском и Починковском районах. По всем фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие. С 18 по 23 февраля на Смоленщине, в том числе и в Десногорске, проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Инспекторы ДПС прикладывают максимум усилий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в области дорожного движения. Во время акции выявляются правонарушения, совершенные всеми участниками дорожного движения. Пешеходами – переход в проезжей части в неустановленном месте, водителями – непредоставление преимущества пешеходу на переходе. Госавтоинспекция напоминает, что переход в неположенном месте карается штрафом в 500 рублей. Для водителей за непредоставление преимущества пешеходам штраф в три раза больше – полторы тысячи рублей. Пешеходные переходы в Десногорске все оборудованы дорожными знаками. Есть нового образца и даже светодиодные. Сейчас необходимо использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток за пределами населённых пунктов. Участок дороги на Кукуевку, за седьмым микрорайоном и дорога на станцию под пристальным вниманием автоинспекторов. За два дня акции уже составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Окончательные итоги будут подведены после праздников. В этом году на обеспечение безопасности дорожного движения выделено 234 миллиона рублей. Для снижения детского травматизма на дорогах Смоленщины губернатор Алексей Островский распорядился организовать приобретение для школьников светоотражающих элементов. А сейчас новости из спортивной жизни города и области. Вчера в спортивном зале ООО «Полимер» стартовал первый финальный тур первой лиги чемпионата России чемпионата Центрального федерального округа по волейболу среди мужских команд. О том, как прошёл первый день игр, вы узнаете в нашем следующем сюжете. В этот день первыми встретились на паркете команды из городов Россоши и Смоленска. В обеих командах играют профессиональные спортсмены, поэтому игры развернулись не на шутку жёсткие. В результате смоляне уступили «Химику» со счётом 3-2. Во второй игре встретились команды «Десногорский полимер» и «Калужский юниор». Играют все профессиональные команды, которые получают за это деньги. Единственная команда любительская – это города Десногорска. Ребята работают на заводе и в свободное от работы время тренируются. Уже то, что мы попали в финальную часть, в восьмёрку сильнейших, ну, молодцы. А дальше, как пойдёт, будем стараться. Десногорцы не уступили своей позиции, выиграв «Укалужан» со счётом 3-0. Турнир продлится до 21 февраля. А в Смоленске ведущие легкоатлеты страны съехались на чемпионат России по многоборью, который проходит на базе физакадемии с 19 по 21 февраля. В эти дни разыгрываются медали в многоборье в четырёх возрастных категориях. Среди участников чемпионата – сильнейшие спортсмены страны. Напоминаем, 23 февраля на Кургане Славы с 11 до 12 часов состоится возложение цветов и венков, посвящённое Дню Защитника Отечества. Уважаемые телезрители, это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Этот и другие новостные выпуски вы найдёте на официальном сайте нашего канала, адрес которого вы видите на экране своих телевизоров. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова